Сегодня в Москве на ВДНХ Владимиру Путину показали проекты, реализованные при поддержке агентства стратегических инициатив, а также новинки, претендующие на помощь государству. Президент осмотрел выставку, пообщался с авторами и напомнил, что за пять лет существования ОСИ поддержало почти 200 уникальных проектов. Многие из них составили основу для перспективных рынков новых технологий, которые в ближайшие годы выведут экономику страны на принципиально новый уровень. Репортаж Александра Балицкого. В копилке агентства, созданного пять лет назад для продвижения проектов среднего бизнеса и для улучшения предпринимательского климата, немало проектов, на которых бизнес по определению невозможен. Социальные проекты не для извлечения прибыли, а для помощи тем, кому она действительно необходима. Суперпроходимые инвалидные коляски, комплексы реабилитации после инсульта или больных ДЦП для восстановления работы опорно-двигательного аппарата. Их уже решили закупать в Москве. Или вот системы протезирования с такими хоть сейчас скакалку в руки. Спасибо, мои хорошие. Лишь некоторые из жизненно важных проектов агентства стратегических инициатив, о которых сегодня рассказали президенту. Имеет место некоторый заметный и позитивный оживляж во взаимодействии между госструктурами и гражданским обществом, в частности бизнес-сообществом, что меня очень радует, тем более, что есть конкретные результаты. Это уже проекты, которые работают. Это уже компании, которые реализуют свои услуги или продукцию. Поэтому практическое применение проектов самое прямое. Тиражировать успешные проекты – принципиальная задача агентства. Состояние инвестклимата и его национальный рейтинг, где оценка каждому региону как характеристика, комфорта предпринимательской среды и стимул и для инвесторов, и для местных властей. Цель – снижение административных барьеров. Казалось бы, ну чего проще электронная подпись вместо кучи бумаг. Нет, теперь нужно, оказывается, пять электронных подписей. Так что и творчество чиновников, оно тоже безграничное. Еще одно важное направление агентства – образование. Таким разработчики видят универсального преподавателя. За один полет – 3000 гектаров. А уникальная программа перекладывает аэрофотосъемку в 3D-модели. Объемные карты для аграриев, строителей, лесников – неограниченные возможности практического применения. От геологоразведки до внесения удобрений. Сегодня геосканер решил использовать Тульскую область. Там, кстати, еще и создадут новый технический образовательный центр для одаренных детей, будущих инженеров. База – знаменитая Тульская оборонка. Во многом успех России через 10, 20, 30 лет зависит от того, какие знания, навыки мы сегодня дадим нашему подрастающему поколению. Но и, работая с вами, целые регионы уже выстраивают инновационные планы своего развития. Вот сегодня исполняющий обязанности губернатора Тульской области рассказывал о том, что они уже до 20... Какого? Алексей Пинович, до какого года планы сделали? До 2035-го собираются выстраивать. Вместе с агентством стратегических инициатив. Это очень здорово. Исполняющий обязанности главы Тульской области на сегодняшнем форуме стал ньюсмейкером еще раз, когда в зале рассказали о программе «Наставничество. Социальная адаптация для детей из интернатов и детских домов». Давать толчок нашим детям. Это очень важный проект. И этот проект в Туле начнет работать уже в конце августа, когда наши дети, те, которых мы отобрали, вернутся из лагерей отдыха. В своих проектах резиденты поддерживаемых оси технопарков в набережных Челнах, Новосибирске, стараются превзойти зарубежные образцы. Вот тут, например, научились делать коронарные стенты. Они в два с половиной раза дешевле импортных. А вот иностранной предприимчивости, говорят, здесь поучиться стоит. Пример, охвативший мир покемономания. На совещании в Центральном банке Российской Федерации я случайно поймал покемона прямо, значит, на одежде одного из руководителей Центробанка. И мне сказали, ну что, почему ты занимаешься? Несерьезное дело. Говорю, коллеги, компания Нинтендо заработала за неделю больше денег, чем вы печатаете за год. А вот то, что научились печатать здесь, на 3D-принтере, президенту тоже показали. Сапфировые кристаллы из таких уже 70 миллионов экранов для смартфонов сделали за год. А за пять лет агентство поддержало больше 200 проектов, начинающих инноваторов. В этом и есть, как сказал Путин, оживляж, когда бизнес и власть делают одно дело. Александра Балецкая, Александра Терпугова, Наталья Губина, Юлия Щедрова. Вести.